В прошлом году Ульяновская область вошла в число регионов, где в пилотном формате внедряли информационную систему лесного комплекса. Каждый человек в свободном формате может изучить весь лесной массив региона, ознакомиться с особо охраняемыми зонами и заповедниками. Опытом внедрения современных технологий поделилась исполняющая обязанностями министра природных ресурсов и экологии Ульяновской области Наталья Аюкаева. На форуме цифровая трансформация лесного комплекса, который в эти дни проходит в регионе. Цель форума это перевести лес в цифровой формат, то есть обеспечить прозрачность древесины от ее заготовки, то есть изделянки, до пункта переработки и до изготовления продукции конечной. То есть декриминализировать лесную отрасль, сделать ее более прозрачной, доступной как для органов исполнительной власти, для арендаторов лесных участков и для всех жителей нашей страны. Все леса региона оцифрованные. Лесопользователи создали свои личные кабинеты в Федеральной государственной информационной системе. 11 услуг можно реализовывать на портале, но пока в пилотном проекте доступны только 9. Прием лесных деклараций, различных отчетов, проектов освоения лесов и многое другое можно осуществлять в Федеральной информационной системе в ГИСЛК. Онлайн-учет всех изменений на территории лесополосы, как природных, так и сделанных человеком – мировая практика. Ключевое событие этого года – это развертывание и внедрение в ГИС лесного комплекса. Эта система – это цифровой двойник леса, который позволит оцифровать все процессы в лесу, государственные услуги и получить полноценную, достоверную картину, что происходит в лесном хозяйстве и как им управлять. Ключевые плюсы – это открытость и доступность информации о лесе. У нас уже сейчас работает публичная лесная карта. Можно зайти на нее и увидеть конкретные лесосеки, делянки, лесные кварталы, дела, характеристики лесов. Современные технологии можно использовать не только для создания цифрового двойника леса, но и, например, в тушении и обнаружении пожаров. На форуме рассказали про использование беспилотников в природно-охранной сфере. Специалисты отрасли поделились и опытом внедрения искусственного интеллекта. Привезли на форум и уникальные разработки. Мы приехали с нашей новой разработкой, с аппаратурой спутников и связи. Это наша разработка, данная аппаратура, она будет служить помощником с точки зрения контроля тех автомобилей, которые будут использоваться в том или ином направлении. В рамках этой разработки мы как раз и разработали данную аппаратуру спутников и навигации, которая позволит упростить контроль за передвижением автомобилей, в рамках которой будет проложен некий трекер, по которому будет отслеживаться вся траектория автомобилей, которая используется в лесном, например, хозяйстве. 28 июня подведут итоги форума, а в правительстве региона подпишут соглашение между Ульяновской областью и Республикой Беларусь о взаимодействии Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса Российской Федерации с единой государственной информационной системой учета древесины и сделок с ней. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.